Уф, провалился жара, 35 или 36 градусов на солнышке, и мы всей семьей едем первый раз проведывать всего крови своей крови. Так что мы едем к Лилиану и Даниэле, не знаю, буду я снимать или нет, посмотрим на их настроение. Они уже отвыкли от камеры, заставлять, конечно, я их ни в коем случае не буду, но приветы все вам передам, потому что девочки и мальчики уже передавали им большие-пребольшие приветы. Поэтому вперед! Начинается нормальная жизнь, надеюсь, что мы их будем видеть теперь почаще. Я перепутала 40 градусов, нет, 39, 39 на солнышке, но машина на солнце стояла. Сейчас посмотрим, до скольки снизится температура. Но сегодня можно обгореть. Сюр-ля пляжа бомбли. Мы тут смеемся. Любимая песня Кристиана. На заброшенном пляже. Секи шаншери. Ой, вы меня простите, я еще тот девец. Бриджит Барду. Куки-яжи, крыстосы. Я прыжну, беру пейпо. А, вот колледж у нас строят. Начали строить. Два года не строили, теперь строят. Наконец-то. Ну, все, едем. Хотели у них погулять, но, может быть, удастся погулять, а, может, и не удастся, потому что уже 4 часа, пока у них сейчас просидим. Завтра Александру на работу. Владислав на домашний колледж. Всем огромное спасибо, кто отвечает на мои видео, оставляет комментарии. Мне очень-очень приятно. Поля, поля. Красивые, зеленые. Виноградники уже видели. Вон, какие-то фруктовые. Здесь ничего не посадили. Природы вам поснимаю. А, вон они, виноградники. Вот они, вот они. Зелененькие. Им никакой коронавирус не страшен. Хотела здесь у них бензин посмотреть, но цену не вижу. Все, мы доехали. Народу-то сколько и машин-то сколько. Алекс говорит, здесь Елисейские поля прямо у них. Ты шанс, Елисей. Оля, я Димон, для. А это Елимон, сам маск шире. А у них вообще тут все без масок. Другой мир какой-то. У них здесь нету вируса. Не было вируса, видать. А ну поэтому так моя свекровь-то свободно и передвигалась везде. Не боялась. О-хо, бонжур, Даниэль. Сова? Да, уи. Она говорит, какое удовольствие видеть. Ой, но, сова. Папи, салю. Де-мо. Он пошел рубашку менять. Максу! Привет! Привет, Макс! Мы тебя не видели-то сколько лет в обед. Как ты тут поживаешь? А? Ты нас еще помнишь хоть? Да, ты нас помнишь. Конечно, ты помнишь. Скажи всем привет. Макс, где у Полина-то? У Полина, она где? А, Максу? Даниэль ходила за продуктами. Смотрите, у нее какая сумочка. А у нас тоже есть такие же. Ой, во Франции очень популярны такие сумки на колесиках. Она сходила. Тоже купила что-то. Ой, потом вам сад покажу, если интересно. У них здесь все расцвело. Ну вот, Лильян наконец-то переоделся. Ах, или Бог, или Бог. Сова, папи? Как вас успел? Сова, папа? Он говорит, нет, нет. Почему, папи? Раконте. О, он говорит, еще не закончилось все это. Почему? Почему? Ваше мнение, папи. Говорю, расскажите ваше мнение. Они трофили бактерии и вирусы. О! Бээ, из-за того, да. А, специально? А, он говорит, специально занесли этот вирус, чтобы все старенькие погибли. Он говорит, 7 миллионов во Франции пенсионеров. И говорит, представляешь, если не будет 7 миллионов пенсионеров Александра в новых шортах, то не нужно будет 7 миллионов пенсий платить. Вот такое мнение у Лильяна. Представляешь? Представляете? Но Лильян зато не изменился. Всегда такой же. Она говорит, не говори плохо сама. Да нет, вот так весело. Сейчас, Лильян вам все расскажет. Простите, мне придется выключить. Он там уже про политику. Ой, смотрите, какое у них женское счастье огромное. Как всегда. А почему они его на улицу не вынесли? Он там про биологов уже рассказывает. Она говорит, я ее сейчас буду выносить на улицу. Я говорю, а я свою вынесла, у нее солнышко. Она говорит, у меня тоже немного подгорало. Вы смотрите, какое чистое. Про океан рассказывает. Температура в океане поднялась. Я пойду помогу. Знаете, как Влада называет бабушка? Кики с самого детства. Я сначала не поняла, что это такое. А это такая открытка в честь врачей. Медсестр. Написано. Ламбеск и Авекву. Это кто-то рисовал и потом распечатывал. Ламбеск с вами. Нашим ангелом-хранителем. Вот такая открытка. И было распечатано. И продавали, наверное. Сейчас у Даниэля спросим. Кто-то из Ламбеска нарисовал и продавали потом, чтобы собрать денежки для больницы. Мы привезли немного шоколада русского Лильяну. Вот. И я у него спрашиваю, маску носите. Он сказал, нет, не ношу. Когда гуляю, не ношу, потому что задыхаюсь в маске. Так как у него проблемы с легкими, то он говорит, в магазин, когда еду, то одеваю маску. Мы им предложили. Хотите, чтобы мы маски одели, а не сказали. Нет, нет, нет. Влад, я говорю, Влад, пошли посмотрим сад вместе. В Аваре Жарден, мами. Что тут? Каких цветочков насадили? Макс, пошел. Соликорон у них в этом году. Они их с той стороны садили. Сейчас посмотрим. Называть цветы не буду. А лаванда у них тоже еще не расцвела. У нас уже расцвела. Оливковое дерево. У Лильяна. Большое стало оливковое дерево. Не помню, кто дарил ему оливковое дерево. На какой-то день рождения дарили. И вот. А, у них же инжир здесь был, но он погиб. И он посадил еще одно оливковое дерево. Вот этого вроде. Я не помню это оливковое дерево. Два месяца уже все забыла. И что они... А, мой цветок! Как он вырос! Мы садили... Ти торопали, шери? Сынотр. Я ему ей дарила на день матери. Цветок бордовый. Было всего две. Смотрите, как он вымахал. Пойдем с той стороны посмотрим. Я видела, что там красиво у них. Здесь маленькие цветочки. Вот какая красота. И вон там я видела красивый цветок. А, они здесь украсили в этом году. Больше, чем даже в саду. Красивый какой. Розочка. Обрезала Лилен ее розу. Мята у них в этом году какая хорошая. Много мят. Виноград уже. Виноград уже. Уи! Сыжулим, Даниэль. Сыжули. 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 Розель это грамм? Да, но иди футу. А, ой. Она говорит, погибла. Розочка. И си сыж три жули. А, Даниэль говорит, что она удобрила. Удобряла. И здесь. А, вы? Вы забыли? Да. Они здесь не убирались. Она говорит, что мы еще здесь не убирались. Она говорит, я уже мечтаю паэлью сделать. И купила она новую скатерть. Видите, у нас как сироко. Это ванн такой, этот, дождь и ветер с песком. Сироко, желтый песок. Седу? Селеван? А, из Марокко. Марокки. Валя. И она говорит, в Испании еще хуже. Чаще. Даниэль мне показывает, какое она купила клееночку на улицу. И она говорит, подбирала по дэм... Как их называют-то? Воли. Забыла, как бы на окна закрывать. Напишите в комментариях. Будем зелененькие теперь. Я говорю, тарелочки-то у них зеленые, тоже. Жули. Она говорит, и тут она. Вот эту. Видите, они как в Провансе. Я у многих так видела. Сначала клеенку цветную, а потом клеенку такую. Но так как они здесь и обедают, и готовят, то две клееночки всегда. Влад тут сладости у Даниэль поедает. Вон, и Лильян тоже сладкоежка. Вон, еще испанские сладости любимые. Вот, Влад обожает их с детства. Даниэль приучила. Какую? Кель. Я знаю, как... Ты prefer... А, сельси натюрой. Натюр? Возьи. Даниэль мне хочет показать вервену. А, она купила. Ага. А, она валя. А, чтобы делать чай травяной, вервена и сожа, как это она, по-русски не помню, как сожа, девочки, напомните. Напомните, вервена пахнет очень вкусно. И чай из нее очень хороший. А, скоро кактусы расцветут. И все наши вышли. Лильян модный подкатал, подкатал штаны. К врачу пойдет визит у него. Ага. 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 Вот мне вот эти цветочки показывает. А, я думаю, что это же самое, но... Не знаю, как по-русски называется. Вот эти цветочки у меня у мамы такие были. Они просто упали зернышки сюда и получилась клумба. Первый год они у них цветут так. Даниэль говорит, я украшала в этом году здесь. Даниэль говорит, я украшала в этом году здесь. Красота. Даниэль говорит, падает. Падают иголки. Типа. Нужно убирать постоянно. Слушай, это чем ты хочешь? Слушай, как ты хочешь? Это чем ты хочешь? Да. Да, это не так, это не так, я не прав. А теперь, я не понимаю, что это такое. Ага. 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 Решают, нужны нам растения такие или нет. Какой-то? 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 Танте. Ой. Сколько ты хочешь? Решава Я купил аромы Я купил аромы Да, это я А ты Я купил аромы Я купил аромы Я купил аромы Я купил аромы Бордо Кулер Так что цветет И Лилиан говорит каждый год цветет Гранатовое дерево Говорит Лилиан иди посмотри Она будет цвести Смотрите сколько Цветочков он один Расцвел Цветочек Вы же знаете как они цветут Я уже много раз вам показывала Сколько будет Много-много Цветочков Так что Лилиан гордый Вон Стоят красавцы Вот и забралась вся семья Ландыши Позанков Они все ландыши которые им подарили На 1 мая Каждый раз Каждый раз когда им дарят на 1 мая Ландыши они вот в эту Сажают Он говорит вот эти уже 3 года здесь А эти он посадил в этом году А они оценили Сколько каши Каждый год кто-то дарит ландыш Сажали Лилиана спрашивает Вот это как называется Она говорит розы Рождества Представляете Но Лилиан сомневается Ну вот попроведывали Лилиана и Даниэль Все нормально И направляемся домой Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!